Так, у нас сегодня четвертая глава книжки Линнеба или Линнеб. Глава называется «Абстракция и вопрос асимметрии». Значит, в введении Линнеба предлагает рассмотреть эквиваленцию, которая входит в принцип абстракции АП. Здесь на картинке первым изображен первая формула. Согласно Фреге, по крайней мере, в некоторых из таких принципов абстракции высказывания в левой и правой частях эквиваленции представляют собой просто разные способы выразить одно и то же значение или содержание. В качестве примера таких принципов абстракции снова приводятся два высказывания о параллелизме и направлении прямых. Значит, прямая А параллельно прямой Б и направление прямой А совпадает с направлением прямой Б. Суть вот этой идеи о разных способах выражения одного и того же содержания заключается в том, что два предложения, которые явным образом различаются по своей логико-синтаксической структуре, тем не менее рассматриваются как означающие одно и то же, то есть как имеющие одинаковое содержание. Однако вот эту идею переформулирования содержания оказалось трудно реализовать, как говорит Линеба, и главная проблема состоит в том, чтобы найти подходящее понятие содержания, обладающее достаточной гибкостью. С одной стороны, понятие содержания должно быть достаточно широким, чтобы гарантировать, что соответствующие принципы абстракции действительно обеспечивают переформулирование содержания. Или Неба формулирует требование абстракционистского переформулирования. Пусть взаимодостаточность некоторых формул фи и пси обозначает, что фи и пси имеют одно и то же содержание. Ну, вот здесь эта взаимодостаточность фи и пси тоже на слайде есть, это вторая формула. Значит, тогда для соответствующих принципов абстракции должно выполняться следующее утверждение о переформулировании. Это вот утверждение АП со стрелкой, то есть с оператором взаимной взаимной достаточности. Это на слайде третья формула. С другой стороны, предполагается, что идея переформулирования содержания должна помогать нам в некоторых философских объяснениях, что предполагает, что понятие содержания должно быть достаточно конкретным. Предположим, вот что у нас есть некоторый принцип абстракции, такой, что его левая и правая части выражают одно и то же содержание. И мы хотим использовать относительно беспроблемную, допустим, правую часть принципа абстракции, чтобы пролить свет на кажущуюся, допустим, проблемной левую часть принципа абстракции. То есть мы хотим, чтобы эпистемический и объяснительный статус правой части можно было перенести на левую часть. Или НЭБА предлагает назвать вот это условие требованием переноса. Чтобы требование переноса работало, нужно, чтобы используемое нами понятие содержания было достаточно конкретным. И таким образом перед нами встает проблема поиска такого понятия содержания, которое было бы одновременно и не слишком широким, и не слишком конкретным. НЭБА называет эту проблему проблемой златовласки. НЭБА предлагает рассмотреть несколько существующих концепций содержания. Во-первых, он предлагает рассмотреть фрегевское понятие референции или экстенсионалы, как я поняла. В соответствии с этим понятием, любые два материально-эквивалентных предложения могут считаться выражающими одно и то же содержание. В этом смысле вот этот принцип абстракции АП с оператором взаимной достаточности сводится к простому принципу абстракции. То есть, грубо говоря, третья формула на слайде сводится к первой. Однако, как отмечает ЛИНЭБА, такая материальная эквивалентность не обеспечивает выполнение требования переноса. Вторая концепция содержания, которую предлагает рассмотреть ЛИНЭБА, значит, содержание можно определить как множество метафизически возможных миров. Тождество содержания здесь тогда будет пониматься в терминах необходимой эквивалентности. Но такое понятие содержания тоже все еще слишком широкое и не обеспечивает выполнение требований переноса эпистемического объяснительного статуса. Еще две опции, которые предлагает рассмотреть ЛИНЭБА, это расселянские пропозиции и фрагианские структурированные смыслы. В соответствии с этими концепциями, всякое содержание имеет внутреннюю структуру, изоморфную логико-семантической структурой любой из лингвистических репрезентаций этого содержания. В соответствии с такой концепцией содержания два предложения с разными логико-семантическими структурами не могут выражать одно и то же содержание. Но поскольку две части любого принципа абстракции имеют различную логико-семантическую структуру, то вот такая концепция содержания нам тоже не подходит, поскольку она делает невозможным переформулирование содержания. И, значит, ЛИНЭБА отказывается от вот этих рассмотренных только что концепций содержания и предлагает рассмотреть несколько свежих подходов к идее переформулирования содержания. Значит, в следующем параграфе он рассматривает различные подходы к определению тождества содержания. Значит, он начинает с того, что предполагает, что мы, допустим, выбрали какое-то понятие содержания, то есть как-то мы понятие содержания определили. Значит, снова пусть взаимодостаточность некоторых, φ и ψ, обозначает, что φ и ψ имеют одно и то же содержание, как-то мы содержание определили. Значит, данное выражение можно рассматривать как форму тождества. φ и ψ являются двумя репрезентациями одного и того же содержания. Очевидно, что это необычный случай тождества, поскольку отношения тождества стандартным образом определяются только для объектов. Так что перед нами здесь некое расширение обычного понятия тождества, поскольку оно определяется для высказываний. Действительно, если аргументами обычного предиката тождества могут быть только единичные термины, то оператор взаимодостаточности может иметь в качестве аргументов только формулы. Значит, пример обобщения тождества, как говорит Линеба, можно найти в работах Агустина Райо. Райо вводит аналог знака тождества для предикатов и предложений, который может иметь самостоятельное философское употребление в концепциях содержания, модальности, антологии и всяких таких других концепций. Значит, логические свойства обычного тождества нам хорошо известны. Это отношение эквивалентности, то есть обычное тождество – это отношение эквивалентности, на которое опирается закон Лейбница. Закон Лейбница здесь приводится, это формула, которая обозначается двумя L. Значит, на закон Лейбница, как отмечает Линеба, налагаются два ограничения. Во-первых, термины T и T' в формуле должны быть чисто референциальными терминами, то есть их семантический вклад должен исчерпываться указанием на их референты. И все. Во-вторых, контекст выражения, точнее, предиката тета с аргументом должен быть прозрачным. То есть истинностное значение высказывания формы тета от какого-то аргумента должно определяться исключительно референтом того термина, который находится на месте аргумента. Значит, и какие же логические свойства имеет обобщенное тождество, которое как раз обозначается символом взаимной достаточности? Это тоже своеобразное отношение эквивалентности. Ну и кажется, что мы, в принципе, можем обобщить обычный закон Лейбница в виде следующей аксиомной схемы. Лейбница – это, значит, формула LLSNT. Следующая формула. Значит, данные об общении закона Лейбница, по-видимому, как говорит Линоба, является мощным инструментом в связи с требованием переноса, согласно которому отношение переформулирования позволяет осуществлять перенос интересных с философской точки зрения свойств с левой части в правую и обратно. Значит, вот из этого отсюда должно следовать, что если фи и пси, то есть из обобщения закона Лейбница, должно следовать, что если фи и пси репрезентируют одно и то же содержание, то они не могут различаться и по своему эпистемическому или объяснительному статусу. Вот здесь Линоба формулирует утверждение конкурентности, это следующая формула, конг обозначается. Значит, где е от фи обозначает, что фи либо известно, либо допускает метафизическое объяснение. Далее Линоба называет выражение такой формы утверждениями конкурентности. Короче говоря, когда оператор взаимной достаточности понимается так, что утверждение взаимной достаточности неких фи и пси истинно, тогда и только тогда, когда фи и пси выражают одно и то же содержание, то кажется, что у нас как бы есть простой способ показать, что требование переноса выполняется. А ведь действительно, если фи и пси выражают одно и то же содержание, то интуитивно мы предполагаем, что все, что верно об одном, должно быть верно и о другом. Однако, несмотря на всю свою соблазнительность, вот этот аргумент является слишком поспешным, как отмечает Линоба. И значит, в обычной версии закона Лебница мы применили два ограничения, и вот, возможно, аналогичные ограничения необходимы и для обобщения закона Лебница. И Линоба предлагает посмотреть, возможно ли такие ограничения для обобщения закона Лебница или нет. Рассмотрим первое ограничение. Это было ограничение об использовании только чисто референциальных терминов. Для обобщения закона Лебница требуется синтенциональный аналог этого ограничения. И LinoWeb предлагает назвать такой аналог эксплицитной репрезентации. Смысл такого ограничения состоит в том, чтобы ограничить аксиомную схему LLSNT предложениями, которые эксплицитно репрезентируют свое содержание. Однако неясно, что именно означает понятие эксплицитной репрезентации. Поскольку нам это неясно, из-за этой неясности LinoWeb предпочитает не дифференцировать предложения по степени эксплицитности репрезентации своего содержания. Ну то есть предлагает, грубо говоря, отказаться от первого ограничения. Тогда у нас остается второе ограничение, ограничение прозрачности контекста. Вот какое понятие прозрачности будет подходящим, чтобы сформулировать такое ограничение для обобщенного закона Лейбница. В обычной версии закона Лейбница прозрачность контекста подразумевает, что контекст выражения θ с каким-то аргументом, где аргументом является единичный термин, является прозрачным только тогда, когда истинностное значение любого высказывания формы θ от t определяется исключительно референтом термина t и не зависит от способа представления этого референта. Естественная экспликация используемого здесь понятия прозрачности, как говорит Линоб, это сам закон Лейбница. То есть контекст является прозрачным в том случае, когда для этого контекста выполняется закон Лейбница. Но здесь возникает круг в объяснении. То есть закон Лейбница выполняется только для прозрачных контекстов, а прозрачные контексты — это контексты, для которых выполняется закон Лейбница. Однако из возникновения круга в объяснении вовсе не следует, что закон Лейбница и его возможные обобщения вообще тривиальны или лишены содержания. Скорее правильно будет сказать, что закон Лейбница и его обобщение как бы зацикливают друг на друга два понятия. Понятие семантического содержания определенного класса лингвистических выражений и понятие прозрачности контекстов для таких выражений. То есть для любого контекста, считающегося прозрачным, выражения, считающиеся идентичными по содержанию, будут неразличимыми. В случае с единичными терминами в обычной версии закона Лейбница у нас имеется какое-то ясное, первичное или предпосылочное понимание хотя бы одного из этих двух понятий. Ну, как правило, понятие семантического содержания или референции соответствующего выражения. И на основе этого предпосылочного понимания мы также понимаем, что такое прозрачность. Однако в случае с предложениями у нас такого первичного предпосылочного понимания тождества семантического содержания нет. И в связи с этим как раз и возникает сложность. И, значит, в качестве вывода для этого параграфа Лина говорит, что то, что именно должно подразумеваться под тождеством содержания и под прозрачностью контекста, можно определить только после того, как мы установим понятие содержания, понятие содержания. Значит, и, соответственно, чем более широкое понятие содержания мы выберем, тем меньше контекстов будут считаться прозрачными. И наоборот, чем более конкретным будет понятие содержания, тем больше контекстов будут считаться прозрачными. Обобщение закона Лейбница само по себе недостаточно сильно, чтобы сформулировать утверждение конкурентности формы конг и чтобы обеспечить выполнение требования переноса. Значит, следующая задача, которую анонсирует Линноба, проверить, удается ли Агустину Райо найти такое понятие содержания, которое позволяло бы сформулировать утверждение конкурентности и которое также удовлетворяло бы требования абстракционистского переформулирования. Значит, следующий параграф 4.3. Райо о просто есть утверждениях, just is утверждения. Я так их и перевела, просто есть. Значит, согласно Райо, два предложения выражают одно и то же содержание в том случае, если для обеспечения истинности каждого из этих предложений от мира требуется выполнение одних и тех же условий. Согласно Линнеба, это довольно простая, интуитивно понятная и очень перспективная идея определения тождества содержания. Для иллюстрации того, что имеется в виду, здесь Райо и Линнеба вслед за Райо приводят ряд примеров. Соответственно, примеров так называемых просто есть утверждений. Некоторые из этих примеров являются аналитическими истинами. Например, первый пример. Для Сьюзен быть чьей-то сестрой значит просто иметь с кем-то общего родителя. Другие примеры основаны на тождестве индивидов и свойств. Это, например, второй пример. Быть горячим значит просто иметь высокую, среднюю кинетическую энергию молекул. Но наиболее интересными являются примеры, в которых выражение просто есть, соединяет предложение с разными аналогическими обязательствами. Это примеры 3, 4 и 5. Для Сьюзен инстанцировать свойства быть бегущим значит просто бежать. Для того, чтобы существовал стол, достаточно, чтобы нечто просто было организовано столообразно. И чтобы число динозавров было нулевым, просто нужно, чтобы не было динозавров. Райо вводит специальный оператор, который соответствует выражению просто есть. Это вот оператор идентичного тождества, или как он правильно называется. Но, как отмечает Ленеба, этот оператор полностью соответствует оператору взаимной достаточности, и Ленеба предпочитает использовать свой оператор взаимной достаточности, видимо, из соображений единообразия. Что же, собственно, утверждается в таких просто есть утверждениях? Ну или какой их сущностный смысл? Значит, Райо или Ленеба вслед за Райо приводят следующие три пояснения смысла вот этих просто есть утверждений. Первое пояснение опирается на пример номер три. Нет? Нет, например, номер один. Да, то есть когда Бог создавал мир и сделал так, что у Сьюзен с кем-то есть какой-то общий родитель, то Богу не пришлось совершать никаких дополнительных действий, или наоборот, не пришлось воздерживаться от совершения каких-либо действий, чтобы гарантировать, что Сьюзен является чьей-то сестрой. То есть Бог не делал ничего лишнего и не делал ничего дополнительного. Второе пояснение выглядит следующим образом. Просто есть утверждение истины тогда и только тогда, когда предложения, связываемые оператором обобщенного тождества, являются полными и точными дискрипциями одного и того же свойства реальности. И третье пояснение формулируется так. Просто есть утверждение, закрывают теоретический пробел, который иначе пришлось бы восполнять какой-то частью теории. То есть иными словами, истинность одной части утверждения не оставляет места для каких-либо метафизических объяснений истинности второй части утверждения. И то же самое касается эпистемического статуса. То есть если известно, что фи и известно, что между фи и пси нет никакого теоретического пробела, то в нелингвистической реальности нет никаких препятствий для знания пси. А единственное возможное препятствие – это семантическое, связанное с установлением значения пси. Далее Ленеба говорит, что было бы полезно сравнить вот эти пояснения с эпистемическим и объяснительным ограничениями из раздела 1.6 с первой главы. Значит, вот Райо утверждает, что просто есть отношение, это конгруентность относительно таких свойств, как свойство иметь метафизическое объяснение и свойство быть познаваемым. А здесь у меня немножко возникли проблемы с переводом модулы Semantic Knowledge. Ну, я не знаю, я предположила, что это значит, не считая семантического знания. Вот, не знаю, права я или нет. То есть взаимодостаточность фи и пси влечет, значит, смотрим на какую формулу, на формулу конг, влечет, что е от фи тогда и только тогда, когда е от пси, где вот этот предикат е обозначает одно из двух приведенных выше свойств. То есть либо свойство иметь метафизическое объяснение, либо свойство быть познаваемым, не считая семантического знания. Соответственно, вот эти утверждения конгруентности являются достаточно сильными, чтобы обеспечить как выполнение объяснительного ограничения, так и выполнение сильной версии эпистемического ограничения из раздела 1.6. Но почему, задается следующим вопросом Линеба, почему мы должны доверять этим утверждениям конгруентности? Аргумент Райо в пользу этого имеет следующую простую структуру. Первая посылка этого аргумента такова. Взаимная достаточность — это конгруентность относительно всех аспектов утверждений, относящихся исключительно к миру, как он есть сам по себе, в противоположность нашей эпистемической точки зрения на мир и в противоположность лингвистическим описаниям мира. Вторая посылка аргумента такая. Свойство иметь некоторое метафизическое объяснение и свойство быть познаваемым, не считая семантического знания, являются свойствами мира самого по себе. Значит, вот из этих двух посылок вместе действительно следуют рассматриваемые утверждения конгруентности, но являются ли корректными обе эти посылки? Значит, согласно Линеба, по крайней мере, первая посылка является спорной. То есть, согласно Линеба, левая и правая части принципа абстракции не обязательно или не всегда должны в равной степени проявлять все интересующие нас свойства мира самого по себе. Следующий, последний параграф 4.4. Абстракция и мировая асимметрия. Здесь задача Линеба заключается в том, чтобы представить аргументы в пользу асимметричной концепции абстракции, в соответствии с которой левая и правая части принципа абстракции не обязательно должны в равной степени проявлять все релевантные свойства мира самого по себе. И в качестве иллюстрации берется принцип абстракции о направлении прямых. Это формула DIR, предпоследняя на слайде. Допустим, говорит Линеба, что ему, то есть Линеба, удалось представить достаточно сильные доводы в пользу асимметрии, тогда в этом случае перед Рио встанет трудная дилемма. То есть, либо принцип абстракции о направлениях прямых и другие хорошие принципы абстракции нельзя в таком случае рассматривать как утверждение переформулирования, что нарушает требования абстракционистского переформулирования. Либо же требования переформулирования не гарантируют, что высказывания слева и справа от оператора взаимодостаточности в принципах абстракции в равной степени проявляют все релевантные свойства, что подрывают аргументы Раю в поддержку применимости требования переноса. Вот эта дилемма довольно неприятна, поскольку любая альтернатива в этой дилемме приводит к неприемлемым выводам. Ну и, соответственно, Линеба остается только доказать асимметрию, которая порождает вот такую дилемму, то есть, собственно, представить сильные доводы в пользу асимметрии. И Линеба в качестве таких доводов предлагает рассмотреть три вида свойств, которые являются свойствами мира самого по себе, но при этом не всегда проявляются одновременно и левой, и правой частями принципов абстракции. Значит, первая группа примеров — это примеры метафизических объяснений. Ну или то есть примеры, где у левой и правой частей принципа абстракции, где левая и правая часть принципов абстракции выполняют и обладают свойством иметь метафизическое объяснение. Значит, обычно метафизическое объяснение или отношение метафизического объяснения является асимметричным. Ну, например, естественно сказать, что множество равны, потому что множество состоят из одних и тех же элементов, но не наоборот. То есть было бы контринтуитивно сказать, что множество состоят из одних и тех же элементов, потому что они равны. Ну и таких примеров можно привести несколько. Значит, на такие примеры Райо мог бы возразить, что вот такие асимметричные объяснения либо ошибочны, либо не характеризуют мир сам по себе. Но, как говорит Ленеба, это слишком слабые возражения, они не выдерживают проверки. Вторая группа примеров или группа свойств связана с онтологическими обязательствами, онтологическими обязательствами в стандартном квайновском смысле. Значит, две части принципа абстракции имеют разные онтологические обязательства. Вот в примере с направлениями левая часть требует существования направлений, а правая часть требует существования прямых. То есть у левой и правой части разные онтологические обязательства. Райо снова мог бы возразить здесь аналогичным образом То есть он мог бы сказать, что либо мы имеем здесь дело с видимостью асимметрии Либо он мог бы сказать, что квайновское понятие антологических обязательств Не является характеристикой мира самого по себе Но первое возражение не срабатывает Потому что утверждения, которые Райо считает выражающими одно и то же содержание Бесспорно имеют различные антологические обязательства Райо предпочитает развивать второе возражение В соответствии с которым любое правильное понятие антологических обязательств Должно позволять выделять такие свойства Которые должны выполняться обеими частями любого утверждения переформулирования То есть при правильной интерпретации принципа абстракции о направлениях прямых Как бы должно оказаться, что левая и правая части имеют одинаковые антологические обязательства То есть удивительным образом утверждение о параллельности прямых Также должно требовать существования направлений прямых Кроме того, концепция Райо также оказывается нечувствительной К различиям между, например, антологическими обязательствами истин теории множеств И антологическими обязательствами любых тавтологий Что крайне неприемлемо Значит, на вот эти предполагаемые возражения Райо Ленеба приводит два своих контур-возражения Во-первых, говорит Ленеба, понятие антологических обязательств Которые порождают такие следствия, как Райо, бесполезно То есть нам не нужно такое понятие антологических обязательств Которое нечувствительное к различиям между антологическими обязательствами истин теории множеств И антологическими обязательствами любых тавтологий Во-вторых, квайновское понятие антологических обязательств Все же является характеристикой мира самого по себе Куайновское понятие антологических обязательств указывает на то, какие объекты должна содержать реальность, чтобы определенное предложение было истинным. Ну и, наконец, последняя группа примеров связана со свойством быть об определенных объектах. И, опять же, возвращаясь к примеру, левая часть принципа абстракции о направлениях прямых сформулирована об определенных направлениях, а правая часть — нет. Правая часть не говорит об направлениях. И, соответственно, быть об определенных объектах, вот это свойство, свойство быть об определенных объектах, согласно Линеба, это объективная, зависимая только от реальности самой по себе, характеристика предложений. То есть дере, а не дедикта. И все возможные возражения против уместности вот этой последней третьей группы примеров согласно Линеба тоже не выдерживают проверки на состоятельность. Ну, подробно я не буду о них, об этих возражениях. И в заключении Линеба кратко объясняет, как асимметричная концепция абстракции позволяет избежать всех вышеописанных проблем. Линеба говорит, допустим, мы признаем, что три предложенных вида свойств действительно являются свойствами мира самого по себе и что две части хороших принципов абстракции асимметричны относительно этих свойств. То есть одна часть в этих принципах абстракции обладает соответствующим свойством, а вторая — нет. Как же в этом случае удовлетворяется требование переноса? Вот здесь формулируется асимметричный принцип абстракции о направлениях прямых. Это на слайде самая последняя нижняя формула. Вот в таких асимметричных принципах абстракции все релевантные философские свойства переносятся или могут быть перенесены из левой части в правую через оператор обычной достаточности. И этого оказывается вполне достаточно для выполнения требования переноса. То есть требование переноса, точнее переноса осуществляется из одной части в другую, но не осуществляется из второй части в первую. Но как бы нам этого и не нужно. Нам это и не обязательно. Таким образом, оказывается, что асимметричная концепция абстракции не только более убедительна и приемлема сама по себе, но и полностью совместима с идеей тонких объектов и вообще все с ней замечательно. Значит, на этом глава 4 заканчивается. И доклад мой заканчивается. Готова ответить на ваши вопросы. У меня есть один глупый вопрос. Кто-нибудь понял, почему проблема Златовласки называется так? Ну да, это же, в общем, Златовлаской в европейском варианте сказки называется «Девочка из нашей русской сказки про Машеньку и трех медведей». А значит, в этой сказке девочка по имени Машенька там спала в разных кроватях большой, поменьше и совсем маленькой. Знаете? Да, и для того, чтобы выбрать, нужно было все попробовать. Только тогда она могла выбрать. Пока она все не попробовала, она выбрать не могла. У меня есть еще один вопрос. В общем, рассуждение по поводу того, почему асимметричный принцип абстракции, асимметричное понимание принципа абстракции лучше, чем симметричное, понятны. И в то же время можно отдельно задаться вопросом «Ну хорошо, вот мы, значит, нашли, определили вот этот вот тип отношений между двумя утверждениями, когда одно из них является достаточным для другого». Но при этом мы же можем наложить еще дополнительное условие, чтобы второе было также достаточным для первого. Ничего же нам не мешает. И вот вопрос. В этом случае какие утверждения бы, каковы они должны были бы быть, чтобы удовлетворять этому, ну, в общем, двунаправленному принципу абстракции? Грубо говоря, может ли быть такое, чтобы фи была абстракцией от пси, а пси была абстракцией от фи? И в этом случае содержательно. Что можно сказать о связи между этими утверждениями? Ну, это хороший вопрос. Я даже думаю, что наверняка такие примеры можно придумать. И, наверное, именно на таких примерах Райо и основывал свою концепцию, когда предлагал именно принцип взаимной достаточности в качестве основного. Но, видимо, таких утверждений довольно мало. И, соответственно, симметричные принципы абстракции, видимо, довольно редки с точки зрения Линнеба. Поэтому он предлагает основываться на симметричных принципах, поскольку они вот именно с метафизической точки зрения более интересны. И позволяют именно метафизические свойства объектов более корректно описывать. Вот, например, свойства иметь метафизическое объяснение или что там, какие еще варианты приводят. Вот. Не знаю. Мне тоже кажется, что случаи, когда имеют место симметричное отношение достаточности и случаи, когда вот эти just is райовские утверждения имеют место, это очень редкие, скорее тривиальные какие-то случаи. Ну, в духе вот как у Райо, там, третий пример, это для Сюзанны, чтобы репрезентировать свойства быть бегущим, да, нужно, чтобы Сюзанна бежала. Вот какие-то такие вот совершенно тривиальные утверждения, не будут обеспечивать взаимную достаточность. Но когда мы к чему-то более серьезному приходим, то там у нас возникает проблема с понятием содержания. И, собственно, насколько я понимаю, асимметричный подход как раз-таки и призван решить эту проблему. Ну, как бы, точнее, не то, чтобы ее решить, а скорее избежать, да, нам не надо объяснять это содержание, если мы говорим не о взаимной достаточности, а о какой-то достаточности, которая однонаправленно. Ну, просто вот эта вот взаимная достаточность, как бы, да, для решения задачи онтологии, она, может быть, и не нужна. Но совершенно очевидно, что с точки зрения эпистемологии интересной и важной является именно она, потому что, ну, есть интуиция такая, да, что все-таки знание, объектом знания является какое-то содержание, а не лингвистический объект вроде предложения. И что какие-то, значит, можно сформулировать какое-то отношение эквивалентности именно в эпистемическом смысле. И кажется, что вот это вот отношение взаимной достаточности, это и есть такое отношение эквивалентности. Ну, над этим нужно подумать. А почему отношение взаимной достаточности должно быть таким эпистемическим отношением? Потому что, в общем, для того, чтобы сформулировать принцип тождества по содержанию, то есть наоборот, для того, чтобы сформулировать принцип тождества в эпистемическом смысле, то есть условия, при выполнении которого мы всегда можем ожидать, что агент, знающий ФИ, знает также и ПСИ, и наоборот. То есть если мы предполагаем, что объектом знания является именно какое-то содержание, то тогда мы должны, то есть для того, чтобы сформулировать этот принцип, мы должны установить эквивалентность именно по содержанию. То есть тот смысл, расширенный смысл понятия тождества, о котором говорил Район, насколько я понимаю из объяснений Линова, он направлен именно на то, чтобы в эпистемическом смысле получить такую вот полную эквивалентность, короче говоря, двух утверждений. И то, что подход Район не подошел у Линова, причина этого как раз и состоит в том, что Линова не нужны эти вот эпистемические коннотации. Ему вполне достаточно принципа абстракции, понятого в антологическом смысле. Такой принцип действительно может быть более слабым. Гораздо больше утверждений могут быть под него подведены. Точнее, гораздо больше пар утверждений. Ну не знаю, мне кажется, тут наоборот есть определенные сложности, связанные с эпистемическими аспектами. Ну, например, возьмем вот ДИР со слайда. Мы заменим там материальную эквиваленцию на оператора взаимной достаточности. Но у нас не будет выполняться, потому что из того, что два направления совпадают, я не могу вывести, что совпадают какие-то две, что какие-то две прямые параллельны. Потому что направление – это что-то уже, ну как бы мы уже забыли о прямых, когда мы к направлениям перешли. То есть в эту сторону знание не работает. Я не могу как бы восстановить из направлений какие-то конкретные прямые, потому что очень много прямых одними и тем же направлениями обладают. Ну смотри, существуют же какие-то более тривиальные трансформации. Ну, например, если там Сьюзан – сестра Марка, то Марк – брат Сьюзан. Если кто-то знает смысл слов всех этих, то он из того, что он знает, что Сьюзан – сестра Марка, мы можем заключить с необходимостью, что он знает так же, что и Марк – брат Сьюзан. Мне кажется, вот это не всегда выполняется. Мы, конечно, знаем, что утренняя звезда – это то же самое, что вечерняя звезда. Но если мне утром говорят, что взошла вечерняя звезда, то мне придется подумать сначала, прежде чем я с этим соглашусь. Ну то, что вечерняя звезда может взойти утром, для того, чтобы сделать этот вывод, надо использовать фактическое, то есть знание о фактическом тождестве. Для того же, чтобы сделать вывод от того, что Сьюзан – сестра Марка, к тому, что Марк – брат Сьюзан, не требуется использовать никакое фактическое знание, достаточно сугубо лингвистического знания, а именно знание о, в общем, асимметричных, эквивалентных способах лингвистического выражения одного и того же содержания. Поэтому то, что утверждение Сьюзан – сестра Марка, эквивалентно утверждению Марка – брат Сьюзан, является именно, то есть то, в чем они эквивалентны, является именно содержанием. А то, в чем эквивалентны, ну то есть, да, именно лингвистическим содержанием. А то, в чем эквивалентны утверждения «взошла утренняя звезда» и «взошла вечерняя звезда», это какое-то фактическое содержание, которое могло бы быть и иным. Вот. И мне кажется, что эквивалентность по вот этому вот лингвистическому содержанию, она сама по себе представляет собой интересное и многообъясняющее отношение, которое стоило бы исследовать отдельно, и мне кажется, что оно имеет большую объяснительную силу именно в эпистемологии, применительно к эпистемологии. Хотя, конечно, я согласна, что не всегда легко отделить сугубо языковые какие-то основания, вот фактически. Но для того, чтобы было интересно, мы можем предположить, что можно, и посмотреть, что получится. Ну вот тут тогда возникает вопрос, с чем тогда принцип с параллельностью прямых здесь, ну, как бы, неудовлетворительен, потому что параллельность тоже, тут как бы нет фактического ничего. Мы вот так систему аксион так задали в какой-нибудь, в Евклидовой геометрии мы задали пятый постулат, и все, значит, у нас есть параллельность, она вот так вот определена. Это чисто лингвистическое знание теперь. Ну да, тогда встает вопрос вот какой. То есть если мы понимаем это знание как сугубо лингвистическое, тогда нам надо предполагать, что у нас это понятие направления, оно было в языке с самого начала. и оно было как-то, ну, то есть были какие-то правила его употребления, в частности, оно было как-то соотнесено с понятием параллельности. Я не знаю как, таким ли образом, как в предложении Дир, или, может быть, каким-то другим, но суть в том, что в языке оно, понятие направления уже было. А если оно уже было, и если мы предполагаем, что, значит, агент у нас обладает знанием этого языка равным, и он с этим равным знанием языка рассматривает вначале утверждение о параллельности, а потом утверждение о совпадении направлений, мне кажется, что нам придется сделать вывод, что он действительно будет знать первое утверждение тогда и только тогда, когда он будет знать второе. Я не знаю, может быть, может быть, можно это как-то оспорить, но это пока что просто интуиция, больше ничего. Если, например, мы, ну, так, для простоты, для иллюстрации предположим, что у нас идет речь не о прямых в геометрическом смысле, а о направлениях какого-то движения, о векторах, скажем, о направлении ветра. И вот мы говорим, что, ну, там, скажем, одно у нас, значит, утверждение, что направление ветра в каких-то двух случаях, скажем, в каких-то двух местах совпадает, и другое утверждение, что ветер в одном месте и в другом месте, значит, параллельно друг к другу дует. И мы предложим человеку, который знаком с языком, ну, соответствующим образом, рассмотреть два утверждения и, значит, установить между ними связь. Мне кажется очевидным, что в этом случае человек скажет, ну, конечно, это одно и то же. Это два утверждения, которые просто говорят одно и то же, и никакого усилия для перехода от одного к другому совершать не требуется. Ну, мне кажется, здесь ситуация будет работать, когда у нас есть полное знание. Вот тогда он будет работать. А когда у нас не полное знание, когда мы знаем что-то одно, например, из этого, тогда мы не обязательно будем знать второе. Здесь, мне кажется, ситуация очень похожая на то, как конструктивисты классическую математику критикуют. Да, вот аксиома выбора говорит, что существует функция выбора, но не говорит, какая это функция выбора, как этот выбор совершить. Вот и здесь тоже, здесь, например, говорится, что два направления совпадают, но здесь не говорится о том, направление каких двух ветров, например, да, совпадает. Просто вот есть какие-то направления ветра, и вот они могут совпадать. Но о каких конкретных ветрах идет речь, мы не знаем. Да, даже не так. Просто есть два направления, непонятно даже, чего это направление. Вот. То есть от каких-то абстрактных направлений мы не можем ни к ветрам, ни к линиям, ни к чему бы то ни было еще перейти, потому что мы не знаем направление, чего это. Ну, вообще, да, потому что у нас тут это получается D от L1, например, это сингулярный терм, он обозначает какой-то объект. Вот мы просто его здесь задали так. Но мы можем сказать, что просто D1 это какое-то есть, есть какое-то D2, вот, они будут определяться уже свои дальше каким-то образом. То есть это просто направления какие-то, безотносительно того направления, чего они являются. Ну да, пожалуй. Значит, получается, что пример с направлениями действительно не подходит вот под такой усиленный, это двунаправленный принцип абстракции. Но вы согласны, что пример с братом и сестрой подходит таким? Ну, наверное, да. Если мы учитываем знание языка, то, скорее всего, да. Вот у меня по поводу этого есть еще такие соображения, что насколько мы вообще можем абстрагироваться от способа представления объекта. Вот. И опять же, этот самый пример с вечерней и утренней звездой. Вот. Вроде бы я знаю, что это одно и то же, но тем не менее требуются какие-то интеллектуальные усилия для того, чтобы воспринять в определенных контекстах утверждения об одном и другом. Да. Может быть, я просто очень хорошо знаю Сьюзан и знаю о том, что у нее есть брат. Но когда я встречаюсь с Марком, мне нужно подумать о том, кто он такой и затратить какие-то дополнительные усилия для того, чтобы осознать, что он является братом Сьюзан. То есть у меня есть возможность это знать, но это еще не значит, что я это действительно знаю, несмотря на то, что это просто языковое знание. То есть ты хочешь сказать, что никакой эквивалентности по содержанию в отсутствии эквивалентности языковой формы просто нет? Мне кажется, эквивалентность такого рода ограничивается, как я сказал, тривиальными случаями. Между двумя тавтологиями есть эквивалентность такого рода. Между тем, что Сьюзан обладает свойством быть бегущей и Сьюзан бежит, есть такая эквивалентность. А вот с чем-то более сложным уже как-то затруднительно. Мне кажется, для того, чтобы перейти на какие-то более сложные случаи, нужно обязательно объяснить понятие содержания. А вот с понятием содержания у нас большие проблемы. Ну, это пораженческая стратегия отказываться от понятия только потому, что мы не можем его определить удовлетворительным образом. Ну, это не пораженческая. Это, скажем так, прагматическое, я бы так это назвал. Ну, то есть до тех пор, пока у нас нет понятия содержания, мы не можем ничего сделать в этой области. Вот когда оно появится, тогда мы, может быть, осознаем, какие взаимнодостаточные отношения действительно имеют место.